МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожарные 11 часов борются с возгоранием в котельной вахтового поселка. В Югорюнке объявлен ЧС наслежного уровня. В Якутской сельхозакадемии откроется лесозаготовительный факультет, когда начнут подготовку специалистов. Первые в истории региона соревнования по якутскому многоборью на призы чемпиона мира Анатолия Баишева. Приз получили и болельщики соревнований. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Пожар в котельной вахтового поселка Югорюно Кусть-Майского района не потушен. Объект обслуживает 7 многоквартирных домов и 4 административных здания. Все они остались без отопления. Пожар начался в час 45. Котельная золотодобывающих артели «Дражник» и «Дуэт». По предварительным данным, оборудование не пострадало. Проводится работа по недопущению замерзания теплоносителя. Также для аварийно-восстановительных работ из поселка Солнечного выехали технические специалисты. В поселке проживает более 270 человек. Большинство домов имеют печное отопление. У администрации в достаточном количестве имеются обогреватели. В Якутске проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В тушении пожара принимают участие 15 человек личного состава и 3 единицы техники. В поселке объявлен ЧАЭС наслежного уровня. У россиян растут долги. Потребительский спрос подпитывается не только ростом зарплат, но и усиленным ростом кредитов, пишут аналитики Центрального банка. Бюллетени, о чем говорят тренды. Переходят от сберегательной модели к потребительской. Тому все больше доказательств говорится в бюллетене. Потребительские настроения улучшаются. Ссылаются аналитики Центробанка на опросы Инфом и Росстата. Люди лучше оценивают свои материальные положения и экономическую ситуацию в стране. Все больше готовы к крупным покупкам, в том числе и в кредит. В Якутской сельскохозяйственной академии откроется новый факультет. В новом учебном году начнут подготовку специалистов лесозаготовительного производства. По четырем направлениям специалисты лесной промышленности, работники лесного хозяйства, также земельное дело. Для чего объединят кафедры природообустройства и агрономии. В новом факультете больше внимания будет уделяться подготовке высококвалифицированных кадров по технологии лесопереработки. По словам преподавателей учебного заведения, здесь будет открыто около 600 мест. Документы для поступления принимаются с 15 июня. Прежде всего для Якутии сейчас актуальное лесозаготовительное производство, которое включает рубку леса, транспорт леса, с чем сейчас большие проблемы, и первичную переработку. Включая лесоперение, производство столярно-строганных изделий. Собственно, наша задача, меня, моих коллег, научить и принять непосредственно участие в тем, чтобы лесопромышленный комплекс в Якутии стал в ранг, как и углеводороды, и добыча других полезных ископаемых. Работа вахтодым методом и убедительная заработная плата. Государственный комитет занятости населения республики совместно с компанией Алроса выехали в Вилюйскую группу районов. Цель – подготовить и привлечь новые кадры в промышленность. Более 300 заявок на вакансию водителей, слесарей, токарей и других технических специалистов было подано в Сунтарском Лусе. Именно здесь начали отбирать кадры для Верхнемунского месторождения представители акционерной компании Алроса. Работа вахтовым методом, зарплата от 30 до 100 тысяч рублей. Такие условия сельчан устроили. Следующий пункт – Нюрба. Интерес у населения есть, но, к сожалению, практика показывает, что уже готовых специалистов не так много, у которых есть соответствующее образование. У многих нет необходимого образования, поэтому у нас тоже большой вопрос на сегодня стоит именно по их переобучению. В первую очередь, сегодня мы будем, конечно же, с Судачевским ГОКом сперва определим тех, кого они уже возьмут сразу на работу. После этого уже с теми, которых они не отобрали, мы уже будем работать и по другим подразделениям, и по другим промышленным компаниям, чтобы предложить им работу, как и на вахту, и на сезонную работу, ну и также можно и на постоянную работу, если у них есть желание. В Верхневелевском районе с раннего утра очереди. Местные жители спешат подать документы. Здесь желающих работать в промышленности оказалось еще больше, причем разного возраста. Рабочая группа принимала каждого гражданина лично. Все прошли собеседования и психологические тесты. В апреле месяце планируется уже закончить отбор граждан для Верхнемонского. И мы уже услышим список тех, которые будут приняты работниками Верхнемонского месторождения. В случае, если гражданин не имеет опыта работы, но имеет профессиональную квалификацию, то Государственный комитет рассматривает варианты для таких граждан прохождения стажировки или практики в промышленных предприятиях для дальнейшего трудоустройства. Для Верхнемонского месторождения набор проводится на 598 ваканских рабочих мест. Это в 2018 году. В последующем, в 2019 году, также, значит, набор будет произведен для порядка где-то 200 рабочих мест, тоже будет, но это по информации Алроса. В первую очередь будут трудоустроены те, кто уже имеет соответствующий уровень образования и профессиональной квалификации для работы в горнородной промышленности. Однако, в целом, по программе «Местные кадры в промышленность» до 2020 года не менее 10 тысяч граждан, постоянно проживающих на территории республики, в том числе и сельской местности, должны быть трудоустроены в промышленные предприятия. Евгения Андросова, Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Сунтар, Верхний Вилюйск, Вилюйск, Нюрба. Минздрав России поддержит проект «Трезвых деревень». Об этом заявил руководитель управления госалкоконтроля республики Матвей Лыткин. Сегодня трезвый образ жизни ведут жители 162 сел Якутии. Смертность в регионе от алкоголя снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом. Продажи меньших объемов алкогольной продукции обусловлены снижением спроса населения. Этому способствовало и проведение трезвых десантов в селах и районах. Штраф за незаконную доставку алкогольной продукции достигает до 50 тысяч рублей. Количество не курящих, не пьющих, ведущих здоровый образ жизни молодежи по сравнению с 2010 годом увеличилось в 10 раз. И это нас очень радует. Мы думаем, что те распоряжения главы, где говорится о том, что с 1 по 11 класс должны вестись уроки трезвости, конкретно это уроки, которые показывают, раскрывают всю пагубность употребления алкоголя и табака, значит, уже начинают реализоваться. Три якутских фильма покажут в кинотеатрах Москвы и Петербурга. В программу вошли фильмы Кейрел Ильи Портнягина и Валентина Макарова. Его дочь Татьяна Эверстовой, а также Костер на ветру, признаны лучшей драмой на фестивале в Торонто. Для жителей и гостей двух столиц России прокат продлится три дня – с 23 по 25 февраля. Нерингринский театр «Актеры и куклы» собрал огромное количество зрителей в Москве. Спектакль по мотивам Алан Хо вызвал бурю положительных эмоций своей оригинальностью и самобытностью. Атмосфера на площадях и проспектах Москвы в эти фестивальные масленичные дни была по-настоящему праздничной. Весну встречали музыкой, танцами, народными мотивами. Площадь революции превратилась в большую игровую площадку с качелями, каруселями, но где главным угощением праздника, конечно же, были блины, символизирующие яркое солнце. Нерингринский театр «Актеры и куклы» собрал огромное количество зрителей. Спектакль по мотивам Алан Хо вызвал бурю положительных эмоций своей оригинальностью и самобытностью. Вы знаете, мы приехали из Белоруссии, вот, вообще прекрасно просто все организовано, и вообще прекрасно все украшено, и настроение, и позитив, и весна уже в душе. Поэтому спасибо за прекрасный праздник, который организован. Вот, хотелось бы больше и больше таких праздников для людей хотя бы, чтобы настроение поднимать. А то работа и работа. Отрадно, что зрители этого радостного зимнего праздника надолго запомнят национальную культуру народа Саха. А только тогда он бежит от меня, если погаснет вдруг видящая зеница моя. Нас пригласили, золотая маска позвонила нам, говорят, проводим такое-то мероприятие. Мы согласились с радостью, потому что мы знаем золотую маску, два раза бывали, номинировались. Хорошо принимает зритель, дети вообще с удовольствием принимают, радуются, даже пугаются, когда наше чудовище появляется. В этот вечер самый центр Москвы, площадь революции, собрала в зажигательной осохой всех от мала до велика. Во время дней Республики Саха-Якутия в Москве были подписаны соглашения в разных сферах деятельности, в том числе и в области культуры. Сегодня они уже приносят свои результаты. Четыре театральных коллектива из Якутии приняли участие в фестивале «Московская масленица». Наталья Сазунова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва. И в завершении выпуска к новостям спорта. В Кобяйском районе восьмой год проводится открытый турнир по волейболу памяти семьи Марфы и Василия Сметаниных. Первыми идейными организаторами турнира стали родственники семьи. Далее эстафету поддержали администрация наслега района и управление спорта. Чета Сметаниных в 80-90-х годах были организаторами волейбольного движения в Кобяйском районе. На этот раз, кроме Горного, приехали сильнейшие команды из Амбгинского, Вилюйского, Усть-Алданского районов и Якутска. В этом году в открытом турнире приняли участие рекордное количество команд – 10 женских, 7 мужских. Первое место заняла команда Дахсун из столицы региона. По итогам игры в общекомандном зачете на пьедестал почета взошла команда из Вилюйского улуса. По волейболу Кобяйского района они в 87-88 годах становились чемпионами зон. И еще в 88 году они попали в финал. Мы очень хорошо отыграли, правда, заняли 5 место. Но для Кобяйского района по тем меркам 5 место было для нас как победителей. Соперники сильные. Было трудно местами. Но, как видите, мы стали чемпионами. Победителем силового многоборья стал уроженец села Малыкая Нюрбинского района Владимир Федоров. Впервые в истории Якутии были проведены соревнования по якутскому многоборью на призы чемпиона мира Анатолия Байшева. 19 атлетов со всего региона боролись за звание сильнейшего с одним условием – вес не выше 90 килограммов. Турнир посвятили седьмым спортивным играм народов республики. Призовый фонд соревнований составил 450 тысяч рублей. За вход на турнир болельщикам пришлось заплатить. Однако зрители получили возможность участвовать в розыгрыше ценных призов, таких как земельные участки на берегу Амги. Вот это мы соревнования придумали, чтобы привлечь население для развития фонда нашего на игры. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий с Якутии 24. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин